александр приветствую тебя снова наш очередной эфир я надеюсь то что вот этот график выхода совместных аналитических роликов по вторник у нас станет постоянным если конечно же ты сможешь найти время для этого я друзья вам напоминаю то что мы с александр продолжаем разбирать текущую ситуацию смотрим на рынок на разные 15 активы с позиции техники фундамента даем наводки конкретные рекомендации от вас уже зависит следуете вы или нет ну что сегодня сегодня как бы стоит ли подводить итоги заседания фрс наверное уже нет поскольку времени достаточно но прошло если ты не против александр может быть есть что-нибудь интересное плане техники если мы сегодня рассмотрим евро доллар рынок нефти которая растет в последние дни если будет сложно можно да супер тогда давай начнем с меня с позиции фундамента я озвучу то что вижу то что мне кажется наиболее вероятным плане отработки дальше и потом слово тебе погнали поехали давайте демонстрация экрана друзья ну прежде чем перейти к тому чтобы оценить ситуацию порядка рисковых активов это портс давайте пару слов в плане про индекс доллара который сейчас котируется на уровне 9350 и конечно же никто не отменял истинно что доллар это одна из основных движущих сил на валютном рынке зная что будет с долларом вы можете ответить на вопрос что будет риском актива сейчас доллар продолжает пользоваться поддержкой спроса причем я бы не связывал рост повышенный спроса на доллар и рост американской валюты сейчас стопроцентным закладываем трейдеров по то что фрс уже созрел к решению которая предполагает ужесточение монетарной политики нет сейчас есть актуальная насущная тема она приближенная прям к текущей реальности это потолок государственного долга лимит заимствования в которой по сути правительство уже уперлась и 1 октября вроде бы как должно остаться без финансирования то есть отсутствие финансирования не значит не только то что чиновники не будут получать вознаграждение оплату своего труда здесь тема более каверзная она связана с тем что при отсутствии финансирования министерство финансов не сможет исполнять свои обязательства а это значит то что открывается также путь такому понятию который термин дефолта по обязательствам дефолта экономики вчера практически все были уверены и я общаясь со своими коллегами могу точно сказать что те кто анализирует рынок со стороны непредвзято тоже полагали что вчера будет поставленная жирная точка в этом вопросе и конгресс примет решение которое предполагает повышение демитра государственного долга потому что ранее демократы представили законопроект но республиканцы его заврили поэтому 1 октября которое уже совсем скоро это друзья текущая пятница с учетом того фона который есть моменте риск что американская экономика кажется состоянии неспособности исполнять свои обязательства да такие вещи уже были мы их проходили и они стучаются там раз пять лет и самый последний момент компромисса достигается но как сейчас интересно спекулировать на эти теми мы видим то что неопределенность связанная с этим провоцирует переток капиталов в доллар расход доходности американских трежерис доллар получать поддержку еще и из-за ситуации с долговым рынком и текущей цены 93 51 я не рекомендую лезть в доллар сейчас даже на какого срока покупки потому что у меня долгосрочная сделка на ослабление инструмента исходя из того что фрс до конца этого года не скорректирует политику но вот как а срочный интерес доллару я предлагаю работать сейчас через динамику евро например европейская валюта которая снижается и полномерно смещается к тем целям которые ранее обозначал это 1 16 и ниже я думаю что мы добьем до поддержки 1 16 50 1 16 в ближайшие дни есть еще резонанс тема политическая то что слава демократ одержали победу в германии теперь будут формировать полиционное правительство надолго уйдут они поиска именно взаимопонимания с другими партиями чтобы он был от это традиционное большинство и вот это неопределенность политическая для евро тоже потенциально негативные факты по фунту здесь можно просто опираться на динамику доллара как косрочную он снижается 136 70 сейчас здесь сходящие средние 137 период я обычно слежу за данными этого технического индикатора и закрепление ниже опять же еще один фактор почему фонд может погуляться еще ниже то есть нельзя против поставить какой-то фундаментальный позитивный фон по фунту потому что даже заседание банк англии на прошлой неделе не пролила свет на планы перспективы ужесточения политики то есть банк англии не торопится с решением которое могло бы помочь британской эволюции поэтому здесь скорее всего мы увидим значение еще ниже и что касается рынка нефти предлагаю дождаться вот возвращение локальной коррекции цен в район 79 чуть пониже попробуйте рискнуть выкупить целями уже там 82 83 доллара за баррель рынок нефти растет почему потому что повышается спроса на фоне явного дефицита предложения все по-прежнему обсуждают последствия ураган в милиситанском заливе то что простое производство до сих пор даже по прошествии месяца 15 процентов все говорят о рынке газа о том что происходит с котировками газа на рекордных максимум то что дефицит предложение в европе восточной азии и может быть по мере наступления более скажем холодных зимних условий когда приори возрастет спрос на газ участники рынка будут уже отдавать предпочтение источникам генерации более дешевых энергий за счет нефтепродуктов это дизель дистиллят и бензин в целом нефть поэтому я согласен с прогнозом голлман сакс что бренд может достичь не только 90 долларов за баррель в ближайшие месяцы но и шагнуть еще выше поэтому сделка кратко средний срочный интересный мотив и соответственно ожидания дальнейшего восстановления александр снова тебе передаю как раз ты завершила свой обзор по нефти очень интересная ситуация сейчас складывается по рынку нефти дорогие друзья и дополнение к словам артема я скажу что спрос на нефть вызван также тем что некоторые страны до сих пор не могут выйти на свои целевые уровни по добыче нефти да и вот это вот все провоцирует повышенный спрос и соответственно нехватка этого предложения ну и плюс это все связано еще с тем что многие страны быстро выходят и отходят своих карантинных мер люди начинают передвигаться больше это абсолютно логично спрос на них там на бензин на топливо начинает повышаться растет и конечно же мы не успеваем как говорится удовлетворять все потребности населения соответственно это плакает нефтный плюс ко всему вы знаете есть и спекулятивный фактор всего этого это нормально это техническая картина которая складывается по графику я вам сейчас это обязательно покажу и включу демонстрацию экрана давайте проверим присутствует ли у нас показ экрана вот у нас дневной график на текущих уровнях мы с вами говорили еще на прошлом обзоре неделю назад и я заикнулся о том что нет может быть 90 я не думал что так быстро это все произойдет и я уже читал некоторые обзоры аналитиков они пишут про 140 в конце этого года но вы знаете если будет 140 где будет тогда российский рынок в целом да где будет ртс где будет индекс мвб и тому подобное где будут газпром и сбербан ну и соответственно возможно для населения это будет лучше потому что пара доллар рубль и соответственно рубль может укрепиться по отношению к доллару да и это может быть достаточно интересно понаблюдать но на текущий момент мы видим с вами очень хорошее движение которое прошло по нефти на прошлой неделе продолжается на текущей неделе вчера было сильный выкуп но есть маленький технический нюанс который я бы сказал посмотрите вот у нас был уровень районе там 76 76 2 и мы успешно пробили и поле дальше открывается потенциал наверх потому что ближайших сопротивления нет ничего не держит нужно смотреть на истории на склеенном фьючерсе который там за длительные годы был но на текущий момент что я вижу начинает появляться сверху хвосты на гневках это уже говорит о том что сила начинает иссякать то есть коррекция кратковременная коррекция она неизбежна и как говорила в том там в районе 79 где-то вот в той области можно будет посмотреть да можно будет посмотреть конечно же с точки зрения спекулятивной покупки но рассчитывать на то что пойдет перехай да ну когда мы будем достигать там отметок 80 с половиной 81 нужно будет смотреть как поведет себя сама нефть и какие будут выходить новости потому что рынок нефти он долгое время стоял никуда не ходил нас возили очень длительное время и потом в один прекрасный момент все стало очень хорошо по нефти и мы поперли наверх как говорится плюс нефть не ходит посмотрите вот был исключительный период когда нефть постоянно росла в основном в основном нефть ходит такими рывками неделя-две она может ходить потом не наступает коррекция вот эти вот хвосты пока вот дают небольшой сигнал тому чтобы трейдер понимал что есть есть риск того чтобы в определенный момент мы можем скорректироваться эта коррекция может просить пройти достаточно быстро в том плане что мы росли 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 и за день нас могут убить на минус 3 такое мы уже неоднократно наблюдали мы видели такие ситуации вот к примеру смотрите вот росли росли и потом убили там минус росли росли и убили минус такое тоже случается поэтому нужно быть всего лишь к этому готов для этого надо ставить стопы когда вы торгуете открываете там среднесрочные краткосрочные сделки это нормально лучше получить небольшой убыток чем вообще находиться там позиции и пересиживать эту эту потерю плюс я так как я рассматриваю фьючерсы на российском рынке у них есть срок обращения и первого числа у нас будет новый фьючерс если вы будете открывать сделки старайтесь уже переходить на более свежий контракт это то что касается не рынка нефти даст . от которой наши студенты открывали сделки сегодня это было в районе 82 83 вот здесь брали тейки на этом движении потому что открытие было достаточно положительно сейчас основополагающей зоны будет являться 85 80.1 если мы пробиваем ее вниз есть ли что мы пойдем на коррекцию в район 79 половина 79 ров это вот такой вот сценарий еще очень интересный инструмент на который бы я сакцентировал свое внимание это был газпром он все время с апреля месяца находился в тренинг и то что сейчас мы видим небольшую коррекцию это абсолютно нормально уже инструмент загоняет настолько высоко что игроки не в силах просто покупать по текущим ценам и не просто ну им надоедает это все делать потому что высоко постоянно высоко и недорого покупают не могут нормально заработать элемент коррекции может присутствовать на госпроме потому что новость по северному потоку 2 очень хорошо себя отыграла и это было именно в нужный момент когда инструмент шел на перехай все прошло именно так как нельзя лучше коррекция если мы говорим про коррекцию ближайший уровень я вижу зеркалку в районе там 35 тысяч если это будет более там глубокая коррекция на полторы тысячи пункта если нет то ближайшие уровни в районе 36 там 35 500 могут также останавливать инструмент сейчас необходимо определять низ 36 450 и тогда наверно уже 80 процентов вероятности что мы пойдем на коррекцию ну есть такое что мы просто постоим на месте целый день и под конец торговой сессии когда уже никто не будет этого ожидать мы пойдем наверх и еще один из те с точки зрения хороший технический инструмент тот который находится под давлением со стороны китайского правительства которая запретила торговлю криптовалютами использование криптовалюта потому что это является нарушением закона и как бы мошенническими схемами и тому подобное соответственно мы видим попытки по биткоин мы видим попытки были выкупить это все движение она не увенчалась успеха нас обратно залили и вот последние там 3-4 дня мы хотели пойти обратно наверх но здесь у нас присутствует очень сильные сопротивления которые идет с хая первую очередь во вторых уже краткосрочное сопротивление локальное которое формируется на протяжении месяца и мы уперлись в эту зону там 40-42 и мы с артемом обсуждали еще на прошлом эфире и говорили что коррекция может быть в район 37 скорее всего так и будет скорее всего потому что мы находимся под давлением продавцов все очень я не могу сказать что все очень плохо но коррекция по биткоина это нормальное явление единственная проблема что когда происходит коррекция это всегда там минус 5 минус 8 минус 10 как только рынок отрастает это два процента вот вам и весь показатель как только убивать все сразу убивают как только покупать но неохотно покупают нет сил на это либо нет денег хотя я уже сегодня прочитал что было заведено большое количество эфира на биржу обычно когда заходят эфира это означает что наверное будут лечь целью откупить ниже намного большее количество поэтому есть предпосылки к тому что по рынку криптовалют будет еще коррекция я пока в данный момент смотрю инструмент вниз ниже зоны 40 тысяч если мы говорим про биткоин это скорее всего будет шоу вот конечно же лучше взять отсюда но это не совсем правильно с технической точки зрения но тем не менее я смотрю инструмент мисс цели 37 500 которые мы 37 которые мы выделяли в прошлый раз но и более глобальная цель это район 30 32 тысяч там где у нас присутствует зона покупок и откуда шло сильное движение да которая сделала перехай предыдущего локального максимума это если говорить о криптовалютном рынке то есть нефть газпром может быть коррекция но по-прежнему сохраняется даже новостной фонд толкает все эти инструменты наверх но и биткоин тоже под влиянием новостей может попасть под коррекцию то что еще мы говорили артем с самого начала затронул возможный дефолт который может быть сша первого числа конечно же мы знаем что по 90 процентов случаев этого не допустят что тогда придумают новое потому что это если мы увидим коррекцию по всему фондовому рынку крипте будет полная же фондовому рынку будет полная же люди потерять свои деньги мы только будем читать про ликвидации такой-то суммы ликвидации какой-то суммы на криптовалютный рынке так далее вот кто-то же эти деньги все отбирают соответственно я думаю в моменте не допустят не допустят 99 и 99 что-то может быть какая-то краткосрочная коррекция на час-два-три но что-то да придумают потому что они не оставят это просто так это будет реально начало какой-то глобальной катастрофы которая повлечет за собой очередной кризис года на три на четыре вот и мы только там образно выбрались из этой ямы кабалы и теперь опять в эту кабалу на 5 садиться они наверное не допустят кто-то мое видение так знаете со стороны я не фундаментальный аналитик поэтому может быть некоторые вещи я могу упускать но тем не менее с точки зрения даже человеческого фактора я думаю нет вот так вот такие вот мысли по рынку в принципе российский рынок достаточно сильный криптовалютный рынок пока выглядит слабо а вот что касается ты смотрел пару евро доллар до последнее время она достаточно так слабовато выглядит и я соглашусь с тобой что может пойти конечно же в район там один шестнадцать с половиной первую очередь где ты отметил зоны я видел по графику ну и в будущем возможно даже пойти чуть чуть ниже спасибо александр друзья напоминаю что у нас сегодня в гостях был александр литвиненко снова мы обсудили рыночную ситуацию и я надеюсь то что вы получили исчерпывающий анализ и технический фундаментальный даже в обоих случаях и по тем активам который сейчас сам интересно это точно я с вашей стадии в отношении криптовалютного рынка тоже разделяю позицию что мы увидим значение гораздо ниже текущих уровней уж очень плохо все планино в основном складывается и если уж разворачиваться и расти то по крайней мере на отсутствие каких-то плохих новостей а рынок умудряется показывать себя сейчас только лишь в плохом смысле так ну что давай тогда заканчивать александр большое спасибо смотрим как они отработают покажут покажет только время это точно да мы с тобой если у тебя будет возможность снова созвонимся уже в следующий вторник конечно это будет кстати взять 5 октября то есть можно будет поговорить уже на чем американские конгрессмены договорились и как преодолели эти межпартийные разногласия согласен то что дефолта конечно же не будет но повторюсь что сейчас пока интересно спекулировать на эти темы спасибо александр и до скорой встречи пока спасибо артем всем огромной удачи и до встречи во вторник спасибо спасибо Продолжение следует...